В апрельском номере журнала «Уральский седопыт» напечатана моя статья «Мраморай. Известняки Янау». Мы продолжаем курс лекций про подделочные камни Янау в рамках проекта Уральского государственного горного университета «Время собирать камни». Что это за породы мрамора и известняка, о которых будет идти речь? Известняк в Иеруде образуется особым способом. Для этого нужна водная среда. При определенной концентрации определенных химических веществ они выпадают в осадок и накапливаются целыми слоями на морском или озерном дне. Это известняк. Он карбонатная порода и состоит из кальций-СО3. Его химическая формула – кальций-СО3. Мрамор. Для того, чтобы образовался мрамор, нужны, чтобы изменились условия среды. Это или высокая температура, или давление. Но для образования мрамора нужна исходная порода, которая как раз является известняк. Когда известняк выпадает в глубокие слои земной коры, где высокая температура и давление, он перекристаллизовывается и образуется совершенно новая порода с новыми свойствами и новым обликом. В моей статье есть такое понятие, как мраморизованный известняк. Что же это за порода? Мраморизованный известняк – это переходная порода от известняка к мрамора. То есть это уже не известняк, но еще и не мрамор. То есть ему не хватило длительного геологического времени, чтобы полностью преобразоваться в породу мрамор. В своей статье я говорю еще о таких геологических понятиях, как структуры и текстуры. Мои уважаемые слушатели, не все из вас имеют специальное геологическое образование. Поэтому я считаю, очень важно, нужно вам рассказать об этом. Структура и текстура породы – это строение, но текстура говорит о том, как минералы внутри породы сложились в объеме, то есть какой рисунок породы. Структура – это внутреннее строение, это форма и размер минералов, влагающих породу. Например, структура бывает мелко-крупнозернистая. О чем это говорит? Это говорит настолько прочная износостойкая порода и насколько она легка в обработке будет для мастера, например. А текстура говорит о декоративных свойствах горных пород, о ее красоте. Если мы говорим про Янау, то это прежде всего нефть и природный газ. Среди минеральных ресурсов они занимают первое место. Но изучение и анализ природных богатств Янау показали, что край богат большим количеством разнообразных полезных ископаемых. Среди них руды черных и цветных металлов, золото. Из неметаллических полезных ископаемых получили распространение минеральное сырье, стекольные и строительные пески, облицовочный, подделочный камень и камнецветное сырье. Несомненно, Ямал-Аненецкий автономный округ – богатый и перспективный край. Всестороннее изучение и анализ месторождения облицовочно-подделочного камня Янау имеет большое научное и практическое значение, так как дает возможность выделить территории по степени их перспективности, качеству и запасам сырья. Выявлять и оценивать конкретные объекты с наименьшими материальными затратами и в короткие сроки. В настоящее время на территории Янау практически создана минерально-сырьевая база облицовочного камня. На основе таких объектов, как Пайпудынская, Ханей-Толпугольская, Янгонопейская, Сибилейская, новогодние месторождения, представленные цветным мрамором и мраморизованным известняком. Пайпудынская группа месторождений расположена в 25 километрах к северо-востоку от поселка Полярный. В настоящее время разведаны три месторождения этой группы. Цвет известняков нежно-голубой, местами приходящий в синие и фиолетовые цвета. Структура от мелкого до среднезернистого, текстура полощатая. Месторождения детально разведаны, запасы оценены в качестве облицовочного и строительного камня. В Ханмей-Толпугольском районе, расположенном в верховье ручья Толпугол, находятся пять месторождений. Новогодняя, Толпугольская, Матбугольская, Сиупугольская и Нягарпугольская, мраморизованных известняков и вулканогенных пород. Известные проявления мраморов располагаются в районе Междуречия, реки Лонгтон-Юган и Гена-Ходота. Здесь мрамор светлый, беловатый, беловатый-желтый. Промышленная оценка запасов в центральной части месторождения мрамора Тайкею составляет 1047 тонн сортового мрамора. Бобровское месторождение с запасом мраморизованных известняков 3 миллиона тонн оценено. Качество камня позволяет уже сегодня добывать достаточно крупные блоки с размерами более 2 кубометров. На объекте уже проводились опытные добычные работы. Известники светлые, беловатый-серые, структура мелкозернистая, текстура массивная или полощитая. Новогоднее месторождение перспективное для получения средних блоков. Мрамор отличается высокой прочностью и морозостойкостью. Известники из данного месторождения отличаются высокой декоративностью, обусловленной цветовой гаммой, розовато-красных и белых тонах. Запасы месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн. Мраморизованные известняки горы Янга-Апэ разведаны как объект высокодекоративного облицовочного камня. Он имеет красивый розовато-красный цвет с белыми прожилками. Структура мелкозернистая, текстура полощитая, пятнистая. Запасы равны 3 миллиона кубометров. Казалось бы, судьба месторождения предопределена. Их должны разрабатывать и использовать с учетом качественных характеристик, как ценное облицовочное сырье. Но в настоящее время в Янау чаще всего к мрамору и известняку относятся как к обычной щебенке, не учитывая его ценности и декоративных качеств. В 1989 году Ямальская георазведочная партия Полядно-Уральской георазведочной экспедиции проводила разведку месторождения «Новогодняя Монта». Первоначально для изучения оценки известняков и улаконогенных пород, для строительных нужд и как качественного облицовочного и подделочного камня. При проведении работ на месторождении были выявлены повышенные концентрации золота и магнетитовые руды. В 2004-2007 годах акционерное общество «Ямалзолото» провело оценку месторождения «Новогодняя Монта». Оказалось, это ценное комплексное месторождение золота, золото магнетитовых руд и порода для производства строительного камня. В 2011 году была начата опытная промышленная отработка месторождения, проводились крышные работы и первоначально велась добыча строительного камня. Это известняк, мраморизованный весняк и мрамор, который стал использоваться не как привлекательный облицовочный камень, а как обычная щебенка для отсыпки площадок будущего горно-обогатительного комбината. А камень-то был замечательный, который по своим декоративным качествам успешно мог бы использоваться как привлекательный облицовочный и даже подделочный камень. Я, как автор статьи, предлагаю по-новому взглянуть на эти замечательные породы. В рамках проекта «Время собирать камни» специалистам Центра камня при Уральском государственном горном университете внимательно присмотреться, изучить и оценить качества мрамора и известняка Янао и найти возможность использовать их по достоинству. Но где же на Урале еще встречаются мраморы-известняки? Наши уральские горы изданно славились месторождениями мрамора и известняка. В настоящее время открыты и разведаны десятки месторождений самых разнообразных по своим декоративным качествам – рисунку, окраске, структуре и текстуре. Самые известные и давно разрабатываемые у нас на Урале – родине самоцветов. Уфалейское, Кейлгинское, Нижне-Тагильское, Ардерлинское и Першинские месторождения. Уфалейский – это благородный мрамор, который отличается разнообразием оттенков, начиная от нежно-голубого и заканчивая темно-сером. Его особенность – яркие тонкие прожилки белого цвета. Необычный рисунок придает изделиям из этого камня уникальные и неповторимые черты. Уфалейский мрамор чаще всего применяется для монументальных изделий. Кейлгинский мрамор по своим декоративным свойствам аналогичен итальянскому мрамору Бьянка Карра. Цвет камня от серого с гулатым отливом до белого обладает средней и мелкозернистой структурой. Легко полируется до зеркального блеска. Кейлгинским мрамором облицована Академия наук, здание Министерства обороны, мемориальный комплекс на Поклонной горе, храм Христа Спасителя, Белый дом, знаменитая мечеть Кул-Шариф в Казани, президентский дворец в Астане и огромное количество правительственных зданий. Только в Москве более 500 тысяч квадратных метров внешней облицовки зданий выполнены из кейлгинского мрамора. Практически все станции столичного метро – это мрамор Койлги. Першинский мрамор добывается в Рыжевском районе возле села Першинское. Разведка месторождения была произведена в 1972-1977 годах. По сравнению с другими уральскими месторождениями, оно достаточно молодое. Разрабатывается в настоящее время. Першинский мрамор обладает интенсивно черным цветом с многочисленными белыми прожилками. Такой рисунок придает камню особую красоту. Благодаря своим декоративно-художественным качествам, мрамор активно используется для возведения монументальных скульптур, каминов, внутренней отделки и наружной облицовки зданий, изготовления лестниц, колонн, столешниц, создания изумительной красоты, мозаик и панно. Одно из старейших месторождений мрамора на Урале – мраморское. Впервые выходы мраморного камня здесь обнаружены старателями Степаном и Петром Бабинами в 1730 году. В 1738 году началась добыча мрамора и возникло поселение, первоначально получившее название Горнощицкая мраморная ломка. Камень здесь добывали белый или светлый серый. Именно здесь выросли известные мастера по обработке мрамора – Никита Яковлев, Тимофей Зимин, Михаил Горяинов. Мастера-мраморщики участвовали в создании палладиум моста в Царском стиле, мраморского дворца в Санкт-Петербурге и других крупных сооружений того времени. Мраморные изделия уральской работы высоко ценились крупнейшими архитекторами России. С полным оставанием мы можем считать Урал родиной русской промышленной обработки мрамора, подчиненной потребностям отечественной архитектуры, созданию монументально-декоративных произведений. Именно эти черты с первых шагов определили особенности уральского мраморного производства, в отличие от других районах камнерезного искусства России. Я как автор статьи уверена, что Янао продолжит славные традиции уральских мастеров, поменяя свои взгляды на эти замечательные камни. В заключение автор выражает надежду, что в ближайшее время мы узнаем об использовании мрамора известняка Янао при создании известных или монументальных изделий, как в России, так и ее пределами. Мрамор-известняк займут достойное место среди всего многообразий и минеральных богатств Янао. Продолжение следует...